Знакомимся с Present Perfect Continuous Tense, настоящим длительно завершенным временем. Утвердительное предложение выглядит следующим образом. Кто делает или делал что, плюс маркер времени опционально. Пример. Я рассказываю это с 2012 года. Он рассказывает это с 2012 года. I have been telling this since 2012. He has been telling this since 2012. Отрицательное предложение в Present Perfect Continuous Tense. Кто не делает или не делал что, плюс маркер времени опционально. Пример. Я не рассказываю это с 2012 года. I haven't been telling this since 2012. He hasn't been telling this since 2012. Обратите внимание, что have not, has not превращается в сокращенные формы. Haven't и hasn't. Структура общего вопроса в Present Perfect Continuous Tense. Кто делал это или делал что? В опросительном предложении первый вспомогательный глагол have или has меняется местами с подлежащим. Получается, have I been telling this since 2012? Has he been telling this since 2012? Как построить предложение в этом времени? В Present Perfect Continuous Tense есть в споряжении первого вспомогательного глагола have, has. По лицам и числам. Давайте вспомним, что такое лицо и что такое число. Нас интересует в первую очередь третье лицо и единственное число. Это там, где у нас вместо have появляется has. Во всех остальных лицах и числах у нас используется стандартная конструкция с глаголом вспомогательным первым have. Итак, третье лицо и единственное число он, она, оно, это Сергей Ольга, мой друг Иванов, собака, красивая девушка. Как вы видите, используя третьего лица единственного числа далеко выходит за пределы он, она, оно. Поэтому в третьем лице единственном числе мы используем специальную форму глагола have, has. Вспомнишь такое подлежащее, сказуемое дополнение. Подлежащее отвечает на вопрос кто что. Сказуемое это глагольная конструкция. В нашем случае мы чуть позже разберем структуру сказуемого в этом времени. И дополнение это второстепенные члены предложения или второстепенные члены предложения, к которым относится все, что не входит в подлежащее сказуемое. Разберем, что же может быть подлежащим в нашем предложении. Местоимение, существительное словосочетание или имя и фамилия. Сказуемое в Present Perfect Continuous состоит из двух элементов. Вспомогательных глаголов и смыслового глагола. Вспомогательных глаголов в Present Perfect Continuous два. Have или has плюс been. Смысловой глагол используется в четвертой инговой форме. Все остальные элементы предложения будут относиться к дополнению. Разберем конкретное предложение. Я, мой друг. Смотрим или смотрели обучающие материалы по английскому. Напоминаю, что в зависимости от контекста мы переводим предложение в этом времени либо глаголом прошедшего времени, либо глаголом настоящего времени. Поэтому двойной перевод смотрим-смотрели. Разберем, из чего состоит сказуемое в Present Perfect Continuous. Сказуемое или глагольная конструкция состоит у нас из трех глаголов. Двух вспомогательных глаголов и смыслового глагола. Разберем конкретно, что же из себя представляют вспомогательные глаголы. Present Perfect Continuous два вспомогательных глагола. Have или has для третьего лица единственного числа. Это первый вспомогательный глагол. Второй вспомогательный глагол это у нас been. И следующий компонент сказуемого или глагольной конструкции в этом времени это смысловой глагол в четвертой или инговой форме. In-g. Спрягается только вспомогательный глагол первый. Have. У которого в третьем лице единственном числе появляется специальная форма has. Получается, что сказуемая или глагольная конструкция в Present Perfect Continuous в нашем примере, который мы разбирали на предыдущих слайдах, будет выглядеть так. Have been watching для всех лиц и чисел, кроме третьего лица единственного числа. Has been watching только для третьего лица единственного числа. Дополнение или временной маркер. Все остальные компоненты предложений, которые не относятся к подлежащему и сказуемому, считаются дополнением. Полный список временных маркеров вы можете посмотреть в PDF-отчете по этому времени. Ссылка на PDF-отчет будет в описании. В предложении временной маркер может присутствовать, а может отсутствовать. В нашем предложении, которое мы разбирали на предыдущих слайдах, временного маркера нет. Есть только дополнение English Tutorials. Это тьюториалы по английскому или на русском это нормальным. Это обучающие материалы по английскому языку. Проспрягаем по лицам и числам предложение на дополнительном примере. Пример будет следующий. Я рассказываю эту историю с 2012 года. Утвердительное предложение. Разберем сразу с третьего лица единственного числа. Здесь у нас будет спряжение глагола вспомогательного have. И в третьем лице единственного числа мы получим has. He has been telling. She has been telling. И так далее. Во всех остальных лицах и числах у нас будет have been telling. Полное предложение. I have been telling this story since 2012. В отрицательном предложении появляется частица not. И она используется в сокращенной версии haven't и hasn't. Hasn't будет для третьего лица единственного числа. Пример предложений. I haven't been telling this story since 2012. He hasn't been telling this story since 2012. Дополнительные материалы с испоряжением предложений по лицам и числам вы можете найти в группе ВК. Ссылочка будет в описании. Либо в PDF-отчете ссылочка тоже будет в описании. Переходим к структуре общего вопроса и кратким ответом на общий вопрос. В опросительном предложении первый вспомогает на глагол have или has. Вносится на первое место. Меняется местами с подлежащим. Мы получаем следующую конструкцию. Я рассказываю эту историю с 2012 года. Have I been telling this story since 2012? Has he been telling this story since 2012? Краткие ответы на общий вопрос будут следующие. Вопрос. Have I been telling this story since 2012? И краткие ответы. Yes, I have. No, I haven't. Если у нас третье лицо единственное число. Has he been telling this story since 2012? То получаем краткие ответы. Yes, he has. No, he hasn't. Полное руководство по времени глагола present perfect continuous tense вы можете найти по этой ссылочке в описании под видео и прочитать всю дополнительную информацию, связанную с этим временем. Субтитры сделал DimaTorzok.